В нашем сквере мира такие межсезонные встречи. Дело в том, что с нашим гостем сегодняшним Борисом Тынкой мы познакомились еще аж летом прошлого года. И вот на протяжении всего этого времени, я вам скажу откровенно, за ним угнаться было невозможно. Потому что Борис, это постоянный челнок между Краковом, Одессой и всеми прифронтовыми нашими селами и городами. Вообще, конечно, низкий поклон полякам. Во-первых, за то, как они приняли наших украинцев, приняли, так сказать, и до сих пор их терпят, что называется, и помогают и так далее. И то, как нам польское министерство обороны и вооруженные силы Польши нам помогают, они, собственно, первые. Даже потому, что они ближе. И то, что делают поляки в плане волонтерства, в плане благотворительной помощи, конечно, это очень дорогого стоит. Я читаю периодически, систематически ваши посты в Фейсбуке, и вы знаете, действительно, вместе с вами разрывается сердце. Вы видите, вы близко воспринимаете своей кожей, буквально чувствуете горе, боли тех людей, которых разбомбили, этих деток. То есть буквально вот только вернулись, да, разъяснские новогодние подарки, поехали, вот отдали деткам просто не только подарки, частичку своего сердца. Да, добрый день всем. Да, но честно говоря, я еще не могу забыть, забыть Херсона. Мы были в Херсоне в субботу с моим полским другом, Марьюшем Мандатом, которого сейчас поздравляю. Он сейчас уже в Польше. Ну, знаете, я был в субботу второй раз в жизни в Херсоне. Второй раз в жизни, я первый раз поехал в Херсоне в юле, в юле 21 года, и я тогда встретил совсем другой Херсон. Тогда, помню, было солнце на улицах, топа людей на улицах, я жил, так далее, сколько дней пошли в центре. В субботу приехали еще по дороге Миколаев в Херсон, там все разрушены, заправка, готели, разные маленькие рестораны, маленькие базарчики. Ехали через Чернобаевку, заехали в Херсон и это просто город призрак. Там люди нет на улицах, нет припаркованных машин, люди стояли только после входа в Валатиорский центр, где они просто ожидали, знали раньше, что приедут Полаки. И правда, это такая картинка ужасная, что улицы пустые, а люди стоят только за тем, чтобы дети могли получить подарки. И честно, мне очень грустно стало моему другу то, что мы весь день практически по дороге в Адессу вообще с собой не разговаривали. Саша Баби еще с нами ехал, он нам очень помог. Ну, ужасная картинка. Я бы очень хотел поехать в Херсон, не за тем, чтобы дарить детям подарки, хотя, конечно, детям надо дарить подарки. Это не имеет значения, но все равно, чтобы это был настоящий Херсон, такой, какой он был прежде. У нас, вот в нашей истории, истории польского народа, в истории Украины очень много параллелей, очень много общего. Потому что, ну, даже, я не знаю, через классику, через музыку, вот Шопен, да, когда было вот это, вот, так сказать, уже вот-вот должны были начинаться вот эти заворушения, должно было начинаться это противостояние, вот, за независимость Польши. И что сделали поляки? Они отправили Шопена, чтобы сохранить этого гения для всего мира, вот. И, ну, вот эта стойкость, вот это мужество, то, что во Вторую мировую войну пережили поляки, конечно, это тоже, это, ну, это история, которая у нас за плечами, но это история, которая у нас, вот, в генном, вот, в нашем внутреннем каком-то состоянии. Это, наверное, и делает людей более отзывчивыми, да, и так близко воспринимающими чужую боль. Вот вы упомянули Сашу Бабича, вот, ну, хотел его, кстати, сегодня вытащить тоже в сквер, он занят страшно с утра до ночи. Да, это нормально. Вот, да, вместе контактируете, вместе вот занимаетесь вот тем, чтобы действительно эта помощь попала адресно. Да. И, кстати, вы с ним и коллеги. Да, мы коллеги уже несколько лет, правда, Саша прекрасный человек, ну, главное, чтобы эта помощь попала в хорошие руки, это понятно, это, она должна попасть в руки тех, которым, правда, это все нужно. Саша, такая цепочка в нашей работе, который от того, он отвечает за то, чтобы, правда, эта вся гуманитарка попала в хорошие руки, и он это прекрасно делает, и то же самое нам помог сейчас с Херсоном. Я еще хочу сказать про Польщу, вы сказали про независимость. Ну, нас 123 года, да, не было вообще на картах Европы. Мы только получили незалежность 11-го ноябриата, с 19-го года. Мы прекрасно понимаем то, за что сейчас Бореца, Бореца, Украина. Мы прекрасно понимаем то, что если Украина проиграет, наверное, Польша или при Балтике будет следующим, да. Мы не потому только помогаем. Я говорю тоже за поляков сейчас всех. Мы помогаем, потому что мы стали близкие. Польша, Украина, мы никогда не были такие близкие. Нам понятно, что война не была нужна, чтобы это доказать, что мы всегда были близкие. Ну, так получилось, к сожалению, это все равно это останется между нами. И это хорошо. Я, кстати, вот упомянул Сашу как коллегу. И, кстати, вот благодаря тому, что он много-много лет и очень успешный был экскурсовод, прекрасная у него была группа коллег. Есть прекрасный. И он есть прекрасный, скорее, вот. И вот все то, что он определяет, вот эти вот ручьи, вот эти русла, да, по которым идет вот эта помощь адресная, это во многом благодаря многим личностным контактам. Вот людей, конкретно которых он знает, и, так сказать, которые знают его. Хотел бы вот еще предварить такую интересную вещь. Вот 15 числа, 15 января, вот, у вас будет экскурсия, вот, да, след поляков в Одессе. Ну, не случайно уже, уже много раз говорено и обозначено, что не случайно в Одессе польская улица, не случайно в Одессе польский спуск, вот. Хотя я бы его назвал польский подъем. Ну, я вообще думаю, что раньше или позже эта лесница между улицей и польской, сейчас Качинского, а польским спуском уже давно, давно должен называться, ну, польской лесницей, хотя бы, да, ну, почему нет? Или не знаю, может быть, лесница Ядама Миккевича, ну, это уже понятно, что есть люди, от того, чтобы улицы менять названия, или давать новые названия новым улицам. Так, я буду организовать в воскресенье в 12-е экскурсию польской следы в Одессе. Знаете, ну, полаки здесь, полаки везде были, но, к сожалению, так получилось, что вокруг война, но спасибо этой экскурсии, спасибо этой прогулке, мы можем собрать немножко денег для волонтеров. И это главная цель этой экскурсии. Погулять, поговорить, посмеяться, хотя бы на два часа забыть о том, что в стране творится, и, если что, если получится собрать деньги, подарить волонтерам как раз Александру Бабичу. Кстати, у нас тут в сфере тоже, вот на протяжении наших, там, уже скоро почти 300 передач, у нас достаточно было количества одесситов, вот, с которыми так общаюсь, а они вот с гордостью говорили, а я, между прочим, по рождению, там, по родителям, и так далее, я поляк, у меня польские крови. Я помню, вы знаете, у меня тоже в память очень врезалась, когда-то очень давно, по-моему, в 80-е годы, может быть, начало 90-х, вот, настоятелем вот этого костела, который на Гаванной, вот этот небольшой костел, там был отец Тадеуш, он был поляк, он... Тадеуш Хоп? Да, который, он пережил Освенцем, он пережил жуткие совершенно годы войны, и он вот здесь, он работал, и он вот, в его паства, те люди, которые к нему приходили, это был совершенно какой-то иной мир, вот. Я не католик, я человек православный, но мы столько много общего находились с ним, вот в разговорах и так далее, это был потрясающий человек. И вот такие знаковые люди, знаковые поляки, вот, которые сопровождали всю историю нашего города, я думаю, действительно, вот эти польские следы, в воскресенье 15-го, мы с огромным удовольствием пройдем по этим следам. Да, я приглашаю всех желающих, правда, будет интересно, встречаемся возле отеля Bristol, главный ход в 12-го, ул. Пушкинская, 15-го. Кстати, отель Bristol, это тоже прекрасный полский след, но там же жил Джонни Полак, вы фильмы, наверное, все, джавю, знаете, Джонни Полак, наш прекрасный актер, Ержи Штур, точно там, в этот отель, приехал. Я еще хочу одну въезд, если можно добавить. Экскурсия, к сожалению, будет пока на русском языке. Я из Учая украинский язык, но на русском языке будет с прекрасным, полским произносением, так что я думаю, что вы еще можете немножко посмеяться во время экскурсии, но правда, я приглашаю, будет прикольно. Ну что ж, спасибо огромное, спасибо за ваш труд, спасибо вашим землякам, спасибо, ну и жителям и Лодзи нашего города, побратимы и Кракова, собственно, они там лодзи от Кракова, они недалеко совсем рядышком находятся. Большой привет всем полякам и спасибо вам огромное и низкий поклон за вот ту работу, которую вы проводите, от тех людей, которые действительно до сих пор они страдают от этих бомбежек и которые вот, к сожалению, которых так больно коснулась эта война и то, что вы остались неравнодушны своим сердцем. Низкий вам поклон, спасибо большое Украине и Польше. Это страны, братья. Это вам, это вам, правда, спасибо, мы, правда, каждый день думаем о вас, держим кулаки и я уверен, что мы переможем. Слебуду Украины, мы обязательно победим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова